Друзья, мы искренне ступерят язву моей любви. Мы немножко позанимаемся тут. Зачем люди в храм ходят? Такой вопрос можно задать себе? А может быть, время лучше провести просто в беседах у учительных, дома, почитать даже Библию. Вот Иоанн Златоуст говорит, как бы ты ни делал хорошо, лучше, чем в храме не сделать. Тут ангелы поют. Это не просто хористы поют. Ангелы. Здесь благословение священника. А если уже литургия идет, а литургия, это называется небо на земле. Вот знаешь, когда какие многие молитвы, и считаешь молитвы, которые составили святые отцы, то даже сравнивать не приходится. Даже хорошие слова все, но в них пренебесное озвучание. Столько там поэзии, столько смирения перед Богом. Это все человек получает в храме. Если в храме все идет как устав определенный. То есть и священник искренне служит. Но об этом надо молиться. Вот мы за 7 минут заходим в храм и молча стоим. В это время мы даже напряженно сосредоточимся. Прошла целая неделя. Как она прошла? Сколько было благословений? Ваша мама доехала благополучно. И Галина, вторая Галина с ней ехала. Сейчас мне смс бросила. И 7 часов, сколько-то там минут, 545 километров прошло. Больше полтысячи. И написала, всякие бабки бывают. Действительно. Почему? За нее молились. Ваша мама была здесь и благословение у нас было. Сад, молитвы, помощь друг другу. Она готовила, дома отпросилась, отец ваш отпустил. И вот за это, за все мы благодарим Бога. В это время, когда мы здесь находимся, Земля со скоростью больше, чем пуля. Где-то в космосе несется. Мы ничего там не замечаем. И вот поется здесь, в лепоту обличейся. В лепоту. А что такое лепота? Лепота это красота. Мы говорим, великолепно. То есть великая красота. Кому жарко, там вот туда в тенечек можете зайти. Великолепно. Господь облегся в тело человеческое. Родился от Девы Марии. В лепоту обличейся. Обличейся, облегся. Ну, облачение называется у священника одежда. Тело человеческое. Это самое сложное, самое прекрасное, наверное, во всей вселенной. Ангел это только дух. Скотина только плоть. А человек и плотянин, и с плоти, и одновременно духовен. Кошка ластится, ничего больше не может, как головой тебя погладить. Она бессловесная скотина. А когда-то, видимо, это не вызывало даже удивления, что змея заговорил с Евой. Как он рот разевал, как сейчас шипит там. Ничего нет. Он прекрасный, красивый. Кое-где змей чтут как богов. Вот в Индии. Прямо со змеей вместе спят в постели. Ребенка охраняет, никого не допускает. Это удивительно все. И Господь в лепоту обличайся. То есть, Он получил тело. Господь был невидимый. Господь. Его впервые ангел увидели в яслях. Показал Себя ангелом. И мы все это узнаем в храме. Тут заново все это пропивается. И семь минут перед богослужением мы задумаемся. Такая была неделя. А что было? Как Господь нас хранил? Вот сейчас только перед этим. Я пришел из бани первой. И в это время Никита приходит и говорит. Там полиция приехала. И начальник уголовного розыска. Это в данном местности единица района. А зачем? Ну я просушить. И все на мне такое. Давай одеваться. Вышел на встречу. А они уже в Аграду заходят. Очень расположен. Спрашивают, как здоровье. А в конце спросили, в лагере нет? Я говорю, нету. Его больше не будет. А они-то все знают. Я выставляю. В лагере-то нет, а друзья-то приезжают в гости. Ни слова. И за это тоже Бога поблагодарите. То есть человек может сделать недоброе легко. А выпрыгивать очень тяжело. Но тут видно, мы все засняли. Никита заснял. Повыше подниме. И видно, что они с расположением искренним. Его по лицу видно. И за это тоже вас благодари Бога. Вот нам вот этот ароман, он приходил. Мы сегодня видели, приходил. Как бы ни он, мы бы ничего этого не сделали. Он очень быстро пилил. Только вот на этом первом мостике мы эти сваи, которые вы ошкуряли, 151 засверлили, аппарат такой у Игоря брали и колотили кувалдой. 151. Это вообще. Потом, когда мы все закончим, бульдозер будет, тогда сделаем туда экскурсию и мы все увидим. Своими глазами. И я считаю, благословение обильное. Сегодня вот приехал Роман, и я уже спелил. Ему как скажешь, он с ним легко работает. Он не спорит никогда. Он труженик один, смотри. Сколько деревьев тут повалил. Думаю, его за родину все у него есть. И за него тоже Бога прославить. Чтобы он приехал в незнакомую местность. И столько пользы от него. Мы приехали отдыхаем. А не отдыхаем, но мы и работаем. Сколько можем. По силам. Вот такая непосильная-то работы у нас нет. И вот эти 7 минут мы говорим, Господи, хорошо нам здесь быть. Вот сегодня, я думаю, батюшка в конце службы или после службы скажет, кто готовился к листу, и не оставайтесь. Вот кто оставался, можете исповедовать, а завтра причаститесь. Потому что лучше подготовиться мне, я не знаю, ну, так-то у нас все, ни драк никаких нету. Каждое утро днем молимся, все разбираем, благодарим Бога. Вот, мальчики вот приехали, они в другой остановке-то. Видно, что в храме их особо не учили. Поле он все время перебинается, что-то. Но уже сегодня у него лучше. Я его оттуда себе показал, он встанет, а у меня он хорошо стоит. А там его то в уху укусит, то в полу, то не так. И груша. Все по форме одеты. За это Бога поблагодарить нам. С Костоярского края незнакомые люди, они приехали. Вот сердце надо наполнить благодарностью. Смотрите, да вы думаете, что там? Это поливает. Господь, ситечка у него там такое на небе. И сейчас водичка падает, и растения напьются для корешков, и вырастут помидоры, огурцы. Господи, слава тебе, ты даешь дождь во благовремене. Посмотрите, сколько красоты зелени. А есть в пустыне, где ничего нету. Там он, по судьбе, наше видно, даже, видите, скотина пасется. Здесь, знаете, за хораем его, видать. Кто-то там пришел, купается. Опять же, озеро, много воды. А есть в пустыне, ничего нету. Вы видели этот фильм такой. Господи, слава тебе, какое прекрасное место ты дал нам. Сколько зелени. Вот эта зелень, которую толку в сутки дают. Там 10 или даже иногда 12 разных растений. И никто из нас не болеет. Вот кто-то, видно, купался, пошел. Видите, как видно даже оттуда. Ну вот, да. Да, да. И вот мы живем в этом мире. Сколько раз были воры. А мы ловили их ворота? Беседовали. Драки не было. Отпустило их начальство или нет, мы не знаем. Ну, на сегодняшний день пока будто ничего не своровали. А ведь мы спим. Ну, что такое? Мы уязвимы. Днем-то мы беспомощны. А ночью вообще в глаза зажмуришь. Кто охраняет вас? Спрашивайте. Я говорю, Господь и ангел-хранитель. Из ангела-хранителя мы пришли прославить. Вот когда нужно что-то сделать, подписи собирать. Что я не один, нас много подписей. Я хочу, чтобы здесь электричество провели тот, тот. Вот так мы здесь. Много голосов сливается в одно. Мы хотим, Господи, чтобы ты сохранил нас в святой христианской православной вере. Потому что много разных ересей, которые не православные. Вам Господь дал это счастье с детства быть крещенными и находиться в святой православной вере. Здесь все достаточно. И как понимать Писание, какая красота. Ты вот вспомни, есть такие большие религиозные объединения. У них нельзя рисовать. Нельзя запрещено музыкой играть. Ну, там что-то еще. А у нас может и музыканты, вы знаете, какие у нас музыканты прекрасные. Талантливые. Художники есть рисуют. Нарисует кошку, да как будто живая. Моя кошка сидит. У нас разрешается это. Ну, не к тому, чтобы это поклоняться этому, а чтобы прославить Бога. Вы знаете, ветлина, и как она шевелится вся. Она как будто шар круглый, вот это вот растение. Видите? Дерево. И как будто его постриг. А там деревень, дерево не одно. Ну, там деревьев 15 растет. И одно больше, которое в краю меньше, сучки. И, видите, шар образовался. И там дальше. А вот тополь. Тополь. Там другое совсем свет. Другого цвета. А вон клен там, видать. Еще один свет. Тополь другой. Зеленая, да, зеленая. Ну, вот трава одна мурава. Вот она зеленая. А дальше вон сурепка. Другой свет. И все это красота. Лепота. Дивный Господь наш. Господи, мы славим Тебя. Поем Тебя Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя означает. Слава Тебе, Боже. Поет. С еврейского языка на наши перевести. Конечно, вот православных утомительно. Можем посидеть где-то. Ну, так вот не принято сидеть. Ну, вот вы вышли мы. И утром можно найти утреннее богослужение. Отдохнуть. Что непонятно, у Бога проси. Господь положит на сердце. Никогда не пытайся переходить через грань. Ты с родителями обращайся благоговеренно. С чужими людьми, как говорить надо. Можно было... Вот сегодня он приехал. Видишь, какой коршун. Гляди на нас. О, какой красавец. Какие у него крылья мощные. Каждая перышка его поддерживает. У нас коршунь он был. Мы вырастили. Он вот так вот летает где-то. А потом подлетает. И у меня сапоги пищит. Кусает. Дай его поесть. Я ему мясо даю. У нас кот был. Они с котом играли. Огромное. Метр тридцать крылья. И за это Бога надо слать. Да он такой. Это же не сокол. Да правильно. Он падальщик. Но заразу не дает распространяться. Где-то кто-то... Ну, пало животное какое-то. А он берет себе на обед. Как у Бога устроено. Зима пройдет, снег. Снег только тает. Из-под снега то кошка дохлая, то собака. А это пища для ворона. И поэтому ворон несет яйца, когда еще зима. И когда только птенцы выводятся, в это время оттаивает это его еда. А больше никак. А клест среди глубокой зимы, клест, он шишками питается, выводит ребятишек. А ласточка только еще села. Видите, и все это дивно. Кто так устроился? Ну, кто заказывал так? Вот в одном доме три девочки, а один мальчик. Внутри один-то разная. А у других бывает... Вот побывали там наши, моя сестры, шесть ребят и одна девчонка. А в другом месте наоборот. А во всем мире поровну. А кто это так распределяется? Кто руководит во всей вселенной? Это чтобы поровну было так. Чтобы каждому жениху была невеста, каждая невеста жених. У нас в семье было пять ребят, пять девчонка. У нас десять надо было детей. И Бога надо за это славить. Научиться. Вот береза. Сколько в ней красоты. И денег, и из нее йога делают. И разные туиски, и черенки, и береза-то. И в баню попарится. Все в ней есть. А она среди нас и белый ствол. А с белым стволом только три дерева во всем мире. А дадуды с самых красивых деревьев. А мы даже не замечаем. Идем. Вот, мальчишки под окном. Посмотрите, короче, белый ствол. Еще там все твое. А у нас больше белых-то нет. У них нет все остальные. Торищевые, щароватые. Какие это? Это Бог делает. Вот она как. Слышь, как это от Бога. И смотри на ребенка. Да, говорит, ты такая бегала, маленькая. На снимке посмотри. И Бог тебя до этого времени сохранит. А вот в таком возрасте, сколько умерло, погибло, было брошено, выкрадено. А нас Бог хранит. Господи, слава тебе. Ты стоишь и все время думай, как шел Бога прославлен. Ты скажи, когда нам заходить. Примерно. Примерно, да? Приходит суббота. Суббота это по-игрецки шаба. А я маленькую проверить. А? Проверить маленькую вышел. Присматривай. Все, все, все. Играй. Возьми, чтобы где-то не упало. Возьми. Возьми, а то упадет за платье, запутается. С ней побудь. Прямо ухаживай. Подними ей платье. Она из него вырастет и будет как раз. Надо научиться во всем видеть любящего Бога. Вот мы же не думаем, пищу съели. Ну и все. А она перерабатывается. Одна часть превращается в губу, одна в нос, одна в глаза. И та же самая пища. Другая дает сердцу биться. Мотор заведи, хоть батарейка села. Телефон не работает. Как? Надо заряжать. А кто сердце заряжает? Там биотоки. Вот мне 78 лет. 78 лет эта динамо машина работает. И ни на одну минуту еще покоя не было. Ну, в ночь маленько на малых оборотах она работает. А как-то бывает человеку 80 лет. Вот баба Серафима ей 90 лет. А сердце это мотор. И оно гонит кровь. Там подсердие там все это изучает. Кто это все так сделал? Бог. Дивная милость Божия. Человек настолько удивленно. Удивительно устроен. Часто думал один палец. Поднял один палец. Сдумал показать букву О. Сдумал показать Я. Сдумал показать все. Пошел в туалет. Это означает глухонемым. Раз не разговаривали, тоже придумали как сообщаться. Вон они уже все знают. Вот показал овечка идет. А вот так вот показал собака. Видите? Сколько разного всего. Разного-разного. И при том это Бог дает мудрость. Али изобретает азбуку слепой там. Вводит пальцами Брайля. И просчитал что там надо. Да быстро считает. А другой глухонемой не разговаривает. Руками машет другую. Понимает. Сминется. Знакомится. Кто наручил? Бог. Все в Бог. Есть пустыня. А есть где-то север. Там совсем почти лета не бывает. А кто этого сотворил? Бог. А вся земля песчинка в космосе. Бог. Океан огромный. Не расплескался. Нет. Бог. И поэтому научившись рассуждать, видеть во всем Бога, все и во всем Бог будет когда-то. Ты должен сказать, хорошо, что я был верующим. Что Бог дал мне родителей верующих. Они научили меня. Ты считать не умел, а сейчас считаешь. Ты не знал, как палец о палец ударить. А теперь на клавишу я гляжу, глаза устали смотреть. Как она везде кидает, да еще так, да друг друга. Вот так вот, а пальцы-то. Я вчера посмотрел, когда голова кругом пошла. Это каждую точку надо знать, где поставить. Это ни одна машина не сделает, а это человек. Вот она корова, вот она ее видно. Ест траву, а там будет потом молоко вечером. А ты делаешь сметану, творог, простоквашу, масло из обыкновенной травы. Ни одной машины нет такой, чтобы из травы было. Только корова-то может, и коза. А пчелка там смотреть не надо, что. Со спиточка на свиточек, какой сладкий. А святы пожуешь горькие. Откуда все? Дивный Бог во святых своих. Так, заходим потихоньку. Ливия. Туча? Ливия. А, Ливия, подожди, да, где она? Надо посмотреть, она повела ребенка, может быть, не ангур сходить. Что-то там сайтана подойдет сейчас. Ты посмотри, он для коровы. Ну, сейчас мы зайдем. Стойте спокойно, ноги вместе и не оборачивайтесь. Коля, идем, не оборачивайтесь, а стой. Серьезно. Ну, она на Ливия пришла. С Александрой. Назвать Сашенькой. Вот она. Видишь, какая она? Самая махенькая наша. Это внучатка наша, от плененника. Получилось платья поднимать. Тихо, девочки, аккуратно. Мы зайдем. ПОЛЬНИЕ ПОЛЬНИЕ ПОЛИНСКИ Господи, подаяй нам мир и верею, милость. Воскресни, Господи, Богу, это вознесется рука Твоя, это будет у Богих Твоих до конца. Мироносецам же нам при крови пристал ангел вопияши. Мира мертвого суть прилична, Христос же изденья, височушь. Но возобейте воскресе, Господь, подаяй мир и верею, милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христос и Валерий, веково, аминь.